Сейчас подключается Дорогие друзья, все, кто смотрит сейчас мой прямой эфир Вся страна увидела, что сегодня было отправлено в отставку правительства в Майя Санду Всем понятно, что реально смысл всего этого Есть очень много вопросов к некоторым министрам в Майя Санду Но ее правительство сегодня было отправлено в отставку Потому что Додон испугался независимого генерального прокурора Который бы мог очень серьезно повлиять и на личную, и на политическую карьеру Додона Поэтому они сегодня с демократами и с некоторыми другими депутатами Отправили в отставку правительство в Майя Санду Новое правительство, за которое будут голосовать демократы, уже готово Кабинет министров понятен Главная проблема заключается в другом Что в июне месяце, когда создали новую коалицию Все, кто разбирается в политике Понимали, что Игорь хочет стать вторым плохотником И он идет просто к своей цели Но сейчас не об этом Меня сейчас, как мэра города Бельцы, не интересует политика Потому что я приехал Меня пригласили ребята-транспортники Которые перекрывали дороги Которые защищают свои права Которые отстаивают свою позицию Касаемо того беспредела, той коррупции Которая связана с продажей дозволов Значит, мы находимся сейчас также в Бельцах Все ребята собрались здесь Они открыли дорогу Все внимательно видели сегодня Все то, что произошло Все видели, что произошло в парламенте Майя Санду сказала одну правильную вещь Что за те вопросы, которые связаны с Москвой Отвечает Игорь Дадон Касаемо проблем транспортников Дозволов и так далее Сегодня здесь стоят люди, которым абсолютно все равно Как будет фамилия того чиновника В министерстве транспорта Который выдаст им дозволы Сегодня их интересует, чтобы был решен их вопрос И Игорь Дадон является человеком Который точно может себе позволить позвонить Москву Попросить господина Козака Потому что вопрос 5000 дозволов Которые нужны людям до Нового года Это вопрос, который он бы, если хотел, решил за 30 минут Я сейчас... Ребята хотят высказаться сами на эту тему Потому что сегодня здесь нет ни одного телеканала Вчера, когда перекрывали дорогу, были все телеканалы Все нарезали, что им было интересно Но людям важно, чтобы их услышали И самое главное Была решена их проблема Поэтому Сейчас Я переключу камеру Ребята хотят обратиться Потому что это... Ребят Кто? Кто говорит? А? Добрый день Мы, значит, транспортники Шмолдавской республики, значит, хотим обратиться напрямую к господину президенту Геннадьева и Седону в помощь по решению нашего вопроса. Опять-таки, повторно, потому что, как мы видим, значит, правительство сегодня у нас ушло в восставку, и единственный, кто, значит, может нам в этой ситуации помочь, это персональный господин президент, так как мы все, видимо, наблюдаем такую ситуацию, что только лишь у господина президента, значит, нормальные партнерские отношения с Российской Федерацией. И в его ведении также находится, существует возможность помочь нам посредством своей службы, структуры ЧНРА, разобраться с этим вопросом. Ну и мы ждем определенное количество времени, там, скажем, два дня, два дня мы подождем вашего ответа на наш запрос на наше обращение, значит, а затем мы опять-таки вынуждены, если мы останемся, наш вопрос останется без ответа, а опять-таки вынуждены, будем собраться еще раз. Просто мы, в самом деле, должны добиться разрешения нашего вопроса, и так как вы в прошлый раз в интервью говорили, что для вас эта проблема не составляет никакой трудности, если вы ее можете, значит, урегулировать за одну сутку, мы хотим, вот мы доверяемся вам и хотим поверить в твердость вашего слова, и, в конце концов, увидят результат в нашем. Обращаться к нам больше некому. Мы не поддерживаем и на это вот. Мы ждем от вас помощь. Благодарим вас за внимание. Значит, Натон написал, Игорь, в комментариях, 25 минут, подождите, если я не успел посмотреть, это был он или кто-то с его фамилией, сейчас был в комментариях. Поэтому я очень... Так, вот сейчас... Ребят, вы все увидели, я считаю, что все СМИ, которые есть, они могут довести информацию до президента, потому что пока будут по ночам сейчас сформироваться новые начальники отделов, будут делиться замминистра и так далее, наступит Новый год. А людям нужно решение вопроса, потому что, как я вчера говорил, у одного лизинга, у второго кредиты, у третьего какие-то другие проблемы. Но и эту проблему нужно решать сегодня, и я уверен, что это точно та проблема, которую можно решить сегодня. Заодно дать поручение Центру по борьбе с коррупцией, который находится в подчинении Натоны социалистов, разобраться. У кого сегодня зависли 4 тысячи дозволов, которые за деньги сегодня для кого-то есть, а для обычных людей, которые не готовы идти на коррупционные какие-то схемы, их сегодня нет. Вот и вся ситуация. Все, всем привет, кто смотрит онлайн, делайте репосты. Пока.